Здравствуйте! Мы находимся в поселке Ольгинка. У около имения Алексея Суборина, русского драматурга, писателя и журналиста, родившегося в царском селе. Он вел довольно широкую дитину. У него также было имение и в сад Петербурге. Мы можем наблюдать его довольно старинное имение, которое, ну, немного, так сказать, сохранилось. Красивые столбы. Тут были и другие люди, которые следовали все это. Довольно красиво, если посмотреть на потолок и сами столбы, но довольно разбито. Внутри же тут все разгромлено. Ну, что ж, на этом здании очень много летит. Самое имение было довольно широко и очень красиво. Также мы тут можем наблюдать еще четыре столба. Видимо, пойдем подальше. Вот само имение описывалось русским писателям очень красиво. Тут и вид был красивый, и погулять можно было, на природе полюбоваться. Видим раз, два, три. Два, два, три. Очень похоже на античный сель архитектуры. Или антир императорский. Хотя бы установить убыр. Неудобно. Тут, я полагаю, был... Тут, я полагаю, был вид. Можно было выйти, осмотреться. Раньше, как описано, было очень красиво. Я тут, я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Соберу. Я помню. Которое. Я помню. Тут может быть комнаты, необходимые. Еще что-нибудь хотите сказать, Данила Виталевич? Несмотря на то, что имение разрушено полностью, и хоть и раньше оно было красивее, оно, в принципе, можно сказать, и с виду сохранилось. Тем более, если особенно посмотреть на колонны, то есть столбы. А как вы хотите сказать про сохраненную статую вот эту, где, к сожалению, у Владимира Ильича нос куда-то делся? Ну, вы, наверное, тоже думаете, что это тех лет. Как думаете? Ну, естественно, это уже советское, но тоже довольно сохранилось. Несмотря на отсутствие носа. Да. Недалеко от имени Алексея Суворина располагается море. Как и говорилось, очень изящный вид. Тут такой спуск, по которому можно пробежаться. Сейчас мы взглянем на счету времени. Ну, лучше не пробежаться, лучше пройтись. Потому что пробежаться, вы сами видели, что могло с нами случиться. Ноги чуть было не сломали. Там, может, с водой отмечать. Вот она открывается, и здесь мы видим море. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова